Состоялась 26-я отчетно-выборная конференция местного отделения партии «Единая Россия». В ее работе приняли участие 123 делегата, которые представляли все 136 первичных организаций городского округа Люберцы. На конференции «Единороссы» подвели итоги пятилетней работы. В местном отделении партии реализуется 16 партийных проектов. Из них 14 – это федеральное назначение и два – муниципального. За пять лет в рамках проектов проведено порядка 2500 мероприятий. Наибольший отклик у жителей получил проект «Городская среда». Партийцы участвуют в реализации государственных программ по благоустройству, развитию городской среды, обустройству рекреационных зон. Таким образом, удалось завершить благоустройство парка «Лапса» в Томилине, строительство ледового катка в Наташинском парке, а также ряд объектов внутри дворовых территорий, спортивных и детских площадок. Отдельного внимания заслуживает проект «Единая Россия. Добрая комната». «Городская среда» стали одним из первых в частях кругов, развивающих специальные игровые зоны для пациентов детских больниц. Первая «Добрая комната» появилась у нас в 2019 году в Центре охраны материнства и детства. С марта 2020 года на территории округа работает волонтёрский центр при местном отделении партии «Единая Россия». Владимир Ружицкий поблагодарил добровольцев из числа партактива, депутатов, членов Молодой гвардии, студентов и неравнодушных людей, которые внесли свой вклад в поддержку жителей и медицинских работников в период пандемии. Такая конференция, как сегодня, она нас привлекает именно тем, чтобы посмотреть, проанализировать, а вот что конкретно мы ещё должны делать. Мы должны очень быстро перестраиваться, чтобы каждый наш житель чувствовал, что он не одинок, что в любой ситуации ему будет оказана поддержка и помощь. «Я считаю, что те задачи, которые перед нами ставит Московское областное региональное отделение партии, местное отделение с ними справляется. Да, недосчёты есть, недосчёты есть у всех. Кто не работает, тот не ошибается. Если мы видим, что у нас есть какие-то недоработки, мы начинаем их поправлять, над ними работать и в результате устраняем недостатки». Участники конференции положительно оценили работу местного отделения партии. После отчётных выступлений состоялись выборы секретаря местного отделения и нового состава полицовета. Были определены кандидаты, выборы прошли путём тайного голосования. Свою позицию сохранил нынешний секретарь местного отделения партии Владимир Ружицкий. В состав полицовета избрано 20 человек. По решению делегатов, местное отделение партии на региональной конференции будут представлять 14 люберецких единороссов. В завершении конференции были намечены планы работы и основные задачи на текущий год. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Богдан Колесников, Денис Заугольников